Избирательный участок 42.11 начал свою работу вовремя, с 8 утра. Как и положено, здесь организована торговля и культурно-развлекательная программа. На избирательный участок 42.11 с самого утра продолжают приходить желающие отдать свой голос за того или иного кандидата. Как отмечает председатель участковой избирательной комиссии 42.11 Людмила Карцева, в этом году как никогда активно проявляют свою гражданскую позицию молодые избиратели. Участок работать начал вовремя, нарушений пока не зафиксировано никаких, надеемся, что и на будущем, потому что голосование ведется согласно закону, все члены комиссии предупреждены, все работают четко, все вовремя, все отлично. Людей по сравнению с прошлыми выборами, да, почти в два раза больше, избиратели у нас активные. Свой гражданский долг пришла исполнить Ксения Назаренко. Совсем недавно ей исполнилось 18 лет, и она получила право принять участие в выборах. Это, конечно, очень важно, потому что это принятие решения, мы принимаем это решение вместе со всей страной, и это, конечно, очень важно, чтобы были хорошие люди в Государственной Думе. В этот день не только гражданский, но и служебный долг исполняли сотрудники правоохранительных органов. В течение всего дня выборов на избирательных участках сотрудники полиции и казаки следили за общественным порядком. Кроме того, для удобства избирателей с самого утра начали свою работу торговые палатки. На каждом избирательном участке в городе и сельских поселениях были представлены товары кубанских производителей. Так что жители Славинского района могли свою активную жизненную позицию проявить и здесь же приобрести необходимые продукты по доступным ценам или подкрепиться. Помимо развернувшейся на каждом участке мини-ярмарки, атмосферу праздника создавали работники культуры нашего района со своими творческими номерами. «Славься, Вольная Кубань! Славься, Родина моя!» В день выборов управлением по делам молодежи проводится молодежная акция «Я на выборы». Участники акции после того, как проголосуют, фотографируются на улице возле своего избирательного участка и выкладывают фотографии в социальную сеть ВКонтакте. Также возле каждого избирательного участка стоят волонтёры. «Конечно помогаем. Бабушка идёт, ей надо помочь. Помогаем?» Ровно в 20.00 все избирательные участки закроют свои двери для подведения итогов голосования. Каждый гражданин, чувствующий ответственность за судьбу своей страны, не должен оставаться равнодушным. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Специальный выпуск «Выборы-2016».